В сырую погоду зашел в французское кафе, чтобы согреться. И теперь понимаем, почему французов обменивают алкоголизм. Как по мне, самый лучший способ согреться, это все-таки покушать на часах, если вы увидите, чуть больше 17-ти часов. Что говорят французы, до 19 часов еды нет. И что делать? Остается одно, пришлось заказать дринг. Вот сижу, попиваю пиво. И понимаю, почему фуагра – это хорошее, реально французское блюдо. Потому что, когда пиво без еды попадает в пищеварительную систему, оно жестко бьет французскую печень. И они, чтобы скомпенсировать каким-то образом свою пищу, помочь им выживать в этих условиях, ну, подъедают гуси. Достаточно жирное блюдо, но, знаете, у них, я так понимаю, нет другого выхода. У вас, правда, выход есть. Для того, чтобы знать, как правильно питаться в любых условиях, вы можете легко подписаться одним кликом под видео на мой канал. Вы будете получать сообщения о тех новых видео, которые я буду ставить на канал. И сможете просмотреть их среди первых. Кроме того, вы легко сможете просмотреть, не потеряясь теперь мой канал. И сможете просмотреть любые 400, даже более, видео, которые на нем уже есть. Которые раскрывают разные особенности, тонкости правильного питания. В различных климатических условиях, при различном биологическом возрасте, паспортном возрасте. В зависимости от пола, в зависимости от профессии. То есть, это все особенности, которые нужно знать, понимать. И самое главное, используем. Потому что, если бы был бы чистым французом, знаете, давно бы спился. А так как в славянском рюкзачке всегда есть закуска, то нам французские тонкости, лягко выражаясь, нипочем. Более того, я теперь понимаю, почему Французик закроет сплошь и рядом Лысый или Лысый еще. Ну, владельцы этого заведения оба молодые парни в районе 30 лет, около 7 лет. По той простой причине. Когда в 19 часов идет отмашка и начинается ужин, тут включаются совершенно другие темы. Потому что, если на ужин пойдет более тяжелое отмечение, пойдет та же фуографа, идут какие-то продукты из мяса, из тех же улиток, из тех же лягушачьих лапок. Нужно много времени на переваривание. Если после этого, часов через пять, после этого, француз не проснется и запивать просто водой или каким-то соком компотом, белковые токсины, даже переварившись мясо, птица, переварившись даже полноценно, не будет иметь возможности удалиться с нужным количеством воды. В итоге камни в почках, в итоге артроз, острокондроз, в итоге преждевременное облысение, в итоге страдает простата. А простатит за собой это фактор номер один по импотенции. И французы могут в молодости хорохориться, а в зрелом возрасте, увы, только пиво попивать. И смотреть на прекрасный пол. В отличие от славян, которые знают, что такое правильное питание, и как его сочетать с алкогольной нагрузкой, для того, чтобы и овцы были цежи, и волки сыты. А согреваться одним пивом очень сложно. Да, алкоголь дает много калорий, быстро извлекает калорий. Быстро и согревает, и такое же быстрое охлаждение. Потому что переваривание достаточно быстрое. Особенно при хорошей печени. При плохой печени, конечно, переваривание не будет, а и согреться чем-то не сможем. Потому что, ну, излечение калорий из алкоголя зависит от работы печени. Печень хорошая, калории извлекаются легко, чего-то странно становится тепло, хорошо. Печень слабенькая, калории извлекаются плохо, алкоголь не вставляет, как говорится. Но здесь возникают другие проблемы. со стороны мозга, со стороны сердца. Потому что калорий по этим органам бьет беспощадно, если вы его не прикрыли едой. Поэтому, если вы хотите знать, в принципе, правильное питание, и понимаете, что алкогольные напитки в ваша жизнь будут попадать. Важно это делать правильно. Чтобы поберечь вашу печень, поберечь ваш мозг, поберечь ваш интеллект, поберечь ваше здоровье. Вы видите внизу контакты, можете по ним легко обратиться. Можете, кстати, отправить это видео своим друзьям, знакомым, не вопрос. Клопки социальных сетей прямо под видео. Можете ссылочку, в принципе, скопировать, отправить ее, похоже, своим друзьям, пусть посмотрит, пусть использует эту информацию, для того, чтобы беречь самое ценное, то, что у вас есть. Это не банковский счет. Это не недвижимость. Это не машина. Это ваше здоровье. Которое, к сожалению, не приумножается. Банковский счет можно увеличивать. Можно потерять. Здоровье только теряется. Вопрос, с каким темпом. Если темп утраты здоровья большой, ну, лет до сорока вы дотянуть сможете. Если хороший генотип, 50-60 лет тоже прожить можно. А вот если вы хотите иметь высокое качество жизни и достичь активное долголетие, а это возраст, это клуб кому за 70. Вы видите контакты, вы можете по ним быстро обратиться. Я вас могу проконсультировать и объясню. Как правильно питаться, как правильно кормить самую дорогую машину, которая у вас есть. Ваше собственное здоровье, которое было в принципе, себестоимость его очень велика. Вы знаете, вот уложить неправильным использованием алкоголя печень, это стоит 55 тысяч долларов, восстановление печени. Причем он восстановит ее не полностью. Во-первых, печень будет бэушная, то есть поддержанная кем-то уже. Немножко, знаете так, нарушенная ее работа, уже кем-то до вас. И пересаживают не печень целую, а только половину печени. Одну долю печени. У них печень две доли, а одну пересаживают. И фактически донор, которого взяли печень, стал, ну, не скажу инвалидом, но его здоровье резко подсохнуло. Ну, вы приобрели, конечно, здоровье, но лучше беречь свою печень. И две доли лучше, чем одна. Если вы неправильно используете алкоголь, он всасывается в кровь, и, пройдя через легкие, попадает в сердце. Алкогольная кардиомиопатия известна тоже, не вопрос, если вы неправильно используете его. Пересадка сердца стоит немножко дороже. Это 250 тысяч долларов. И, в любом случае, пересадили вы сердце или печень, вы вынуждены принимать иммунодепрессанты. То есть, лет 10-12 спокойной жизни, если у вас хватит экономических возможностей на то, чтобы принимать иммунодепрессанты, и правильно питание обеспечить, опять-таки, но к таким возвращаемся в той же ситуации. Без правильного питания бессмысленно пересаживать какие-то органы. Потому что, после операции, принимая иммунодепрессанты, вы подсаживаете свой иммунитет, вы должны питанием обеспечить так иммунную систему, чтобы она работала без вас в автоматическом режиме, легко и просто. Стоит вам не обеспечить правильное питание, у вас две ситуации, две проблемы. На таком низком иммунитете любая вирусная либо бактериальная инфекция новая, протекает более злокачественно. Более того, в этих условиях имеет возможность легко обостриться любая инфекция, которая у вас есть. А это несколько десятков вирусов, которые сидят у любого взрослого человека в организме, и только ждут, когда его иммунная система упадет. и сотни видов патогенных бактерий, которые тоже ждут своего часа, когда не хватит антител, не хватит интерферона, чтобы их сдерживать. И все. Если же вы иммунодепрессанты будете принимать в приличных дозах, у вас есть еще один вариант познакомиться с другим иммунодефицитом. Это онкология. Вы знаете, тоже ситуация не из приятных. Поэтому для того, чтобы не попадать на все эти сложности, обеспечьте себе правильное питание, которое вы можете узнать телефоном, который видите на видео. Можете написать письмо на электронную почту. Вы тоже видите. Обратиться ко мне, я вам подскажу, как все это делать правильно, чтобы то самое высокое качество жизни, о котором все думают, о котором все мечтают, оно было ваше. И чтобы активное долголетие тоже было не в какой-то туманной перспективе, а реально осязаемой. Потому что вы не будете тратить здоровье по пустякам. Вы будете тратить здоровье в нужном для вас направлении. А что вы выберете? Отдых? Путешествие? Или активную работу, чтобы зарабатывать побольше денег? Это уже ваше решение. А я свое предложение вам уже сделаю. Поэтому контакты вы видите. Видео отослать по кнопкам социальных сетей в селку вы можете. Ну и кто еще не подписался, легко можете подписаться и получать нужную для вас информацию из первых.